Здравствуйте, Владимир Константинович! Выкнулся на важное замечание Великого Мичуриного, хоть для кого-то великий. Отменить Мичурина, это же придумать-то такое. Столько лет, столько событий, столько открытий, столько гигантский труд. Чем они думали, когда вы эту фразу написали? Я еще буду вас помордой текать этой фразой и показывать вам 10, 20, 30, 40, 100 векидативных гибридов. Вот Песоцкому, Арсену Николаевичу, это интересно. И вот, значит, кто-то мне прислал, наткнулся, смотрите, захотел поделиться с вами. Это фото из стероктомника Мичурина. Давайте я попробую прочитать. Из моих наблюдений выяснилось, что новые сорта плодовых деревьев, при первом размножении, их следует плевать на другие подвои, применяя исключительно лишь капулировку. Причем черенок нужно брать, с возможной большей части двух, даже с трехлетней древесины. Этим убавляется в значительной степени риск ухудшения сорта, влияние подвоя. Вот тут, понимаете, все вроде правильно, все понятно. Дело в том, что Мичурина создавала новые сорта. Их надо удержать. И у него была вся техника, агротехника, вся технология по удержанию. Вот. А я этого не знал. Я сорта не создавал. Мне не было желания их сохранять. Мне было желание сделать так. И потом вы еще об этом не рассуете. Однажды мне пришла в голову мысль. Моя личная, да. Вы потом увидите, что не только моя, но все равно. 20 лет, когда долгали, наверное, моя. Итак. Чем больше культурной части на привитом дереве, в идеале хотя бы половина той сузелли прививка. И тут оказывается, что привой не просто побеждает подвой, он сохраняет свои лучшие качества, как мы на материнском дереве. И, если еще по двое, подчеркиваю, главная прививка у корневой шейки. Если еще по двое молодой, можем получить все, что угодно. Вот. Можем что сделать прививку, получить 100 вегативных гибридов. Они будут большинство похожи. Большинство. Но расщепление уже прошло. Потому что дальше. Однажды я догадался, почему одна школа уничтожила другую. Потом, будучи самым талантливым, были уничтожены физически и морально. Так. Отстранены в лучшем случае. Их соперники не обладали никакими качествами. Вот. Их шикарное образование, гроша ломаного не стоит в практическом садоводстве. И они отменили вегативную гибридизацию. Почему? Каждый раз стоит появиться вегативную гибриду. Вот. Начинаешь повторять, а он опять другой. Можно какой-то хитростью его сохранять до поры до времени. И все-таки вегативные гибриды, яркие, выраженные, которые обладают особыми качествами, я называю ни папу, ни маму. Ни в подвой, ни в кривой. Вот. Они не повторяются. Они есть. Вот все, что я вам показывал, помните эти фотографии? Сейчас еще раз покажу, почему. Чтобы подчеркнуть вот эту мысль. Это, знаете, я вот сейчас с этой Наташей Ольгой, уважаемые дамы, но, к сожалению, воображения их не хватило. Вот. Закрыли глаза на существующие, да? Вот. Я же заутверждаю. Это все. Девчата, те самые. Вот. Зря вы нападали на моего брата. Мне пришлось тяжелую артиллерию, меня пришлось привлекать. Зря. Это все, по крайней мере, косточковые, косточковые. Это все вегетативные гибриды. Это все вегетативные гибриды. Это все вегетативные гибриды. Это все вегетативные гибриды. Вы хоть маленько соображайте, если соображаете. Или нет. Если вы маленько наблюдательный и что-то запомнили. Это что, академик? А вот что от этого А вы взяли и отменили Что должен был брать сделать Ну он сказал Константинович Давай вмешивайся Потому что наших бьют Я ответил Нас бьют мы летаем Вот это наш полет Ну объясните мне ради бога Вот это как заставить вас посмотреть Вы тогда перестанете Относиться уже к агротехнике Скептически так издевательски Вы поверите что на дереве нет лишних веток Чтобы вот это вырастить Не нужно колесить дерево Вы представляете Это все гибриды вегетативные Вы поверите что вот это Смотрите еще раз Вот это бывший академик Внимание Это бывший академик Это бывший академик Это Он больше похож на академика Ну хоть чуть-чуть стал похож Помельче и с носиком Бывший академик Ну почти академик Да Вот Это Бывший академик Еще показатель Это сразу к деревьям У меня с Фаиной еще больше вариантов Это Бывший академик Ну Ну как вас заставить сюда посмотреть А Ну вот как А вот Кстати Вот мой чистый академик Вот он родненький А вы знаете Это дерево Оно сейчас живо А ему 32 года Примерно Плюс-минус один И сейчас живо И дает вот такие плоды И я уже веточки с него нарезал Классика тоже нужна Как вот их Которые взяли Миллион Или там полтора Юра я не помню Или два миллиона у них этих Как их там Зрители Подписчик Я там не понимаю Миллиона Это скольким людям Они голову задурили Не только потому что Отменили Мичурина Его и без них отменили А вот эта дебильная обрезка И прочее Которому учил Оттимирательская академия Ну Будем считать Рассчитались Вот так вот То есть Вот здесь Возвращаясь К вот этому Что он нашел Вот это Вот Наскнулся Важно и замечательно Оно важное У нас противоположная Задача Он создал сорт И он уже сохранит И он Искал варианты Вот эти Двух-трихлетняя Древесина Вот Именно Копулировка А не что-то еще Молодец Все правильно Нам-то это не надо Мы люди простые Вот Мы почти своим путем Как говорил Владимир Васильевич Ох Все Рассчитались мы Девчонками С этими Я их называю Девчонками Ни с насмешкой Ни с произведением Вот Ну Нам 70 лет Нам уже больше Все это Вы хотя бы Уважайте возраст Потому что Он взял Получил от меня Косточки Ой как много Соседу половину отдал Через три года У соседа Уже урожай был А у моего брата Нет Даже обидно Было На следующий год У брата Заплодоносили А это Кострома А вот до того Научили людей Что в Костроме Вообще Ни у кого Абрикосов нет Если есть один На тысячу Кто нибудь Там Тихушку Пару деревьев Выросил Это все А он что Должен после этого Взять и завести Деревья К чертовой матери От обрезки От полива От удобрения От всего Вот Отказался Сам Этот самый Директор Директор Я уже Борис повторяет Лишний раз Свою фамилию Уволят Минского института